Краидельский район Башкирии. Вокруг вековые сосны, дубы и ели. Еще не тронутый лес в его первозданном виде. Обращаться с таким богатством умеют не все. Коррупция, массовые вырубки и черные лесорубы оставляют после себя одинокие пеньки. Для обсуждения этих и других проблем был созван лесной форум. Первый за последние 15 лет. Он объединил глав муниципальных районов, индивидуальных предпринимателей, представителей лесного надзора и лесничих. Отнеситесь к этому очень ответственно. Наш сегодняшний форум, это, знаете, это не кофебрейк, это не надевание. Я вообще тут очень не люблю сам. Это не надевание, чтобы потом дома повесить очередное посещение. После такого напутственного слова участники форума отправились в Дом пионеров на круглые столы. Наибольший ажиотаж вызвала тема государственной поддержки бизнеса в лесной отрасли. В обычном классе места хватило не всем. Кто-то слушал доклады из коридора. Много говорили о субсидиях для лесозаготовителей на новую технику. Планировалось возместить до 50% затрат на лесохозяйственные машины. В октябре прошлого года министр лесного хозяйства Башкерия Мараша Руфудинов заявил, что заявки уже превышают выделенный лимит. Их было подано на полтора миллиарда рублей. Однако министр промышленности и инновационной политики республики Максим Карпухин напротив считать, что субсидия пока не сильно востребована бизнесменами. К сожалению, большой активности по участию ее я не увидел. Может быть, еще рано подводить итоги, потому что постановление вышло в октябре 2018 года. И, видимо, да, еще просто не все адаптировались, не все успели изучить порядок предоставления этой субсидии. Но, тем не менее, эту субсидию мы запустили. А Министерство лесного хозяйства запустило космический мониторинг. Он помог выявить за два месяца 35 нарушений. В основном это незаконные вырубки леса. Число таких преступлений выросло вдвое за прошлый год. Мы считаем, что это результат нашей работы по выявлению именно этих нарушений. При этом в Башкире освоено лишь 30% лесосеки. Так называется участок, по закону отведенный для рубок. В 2017 году из 9 миллионов кубических метров древесины, пригодной для использования, было освоено лишь 3. Статистика показывает, что 30% только лесного фонда у нас осваивается. Причина этому то, что состав нашего лесного фонда является низкотоварной по структуре древесины. Строить дома из гнилых осинок никто не хочет. Поэтому наибольшей вырубке подвергаются самые ценные сорта древесины. Однако даже такое качественное сырье используется лишь на 70%. Остальное составляют отходы при производстве. В развитых промышленных странах из них производят биотопливо и другие субпродукты. В Башкире на эти цели идут лишь 20% отходов. Остальные 80% выбрасываются. Точно так же, как с мусором. Мы выбрасываем на полигоны все, что возможно переработать. Тот же пластик, ту же древесину. Много чего. Надо быть просто бережливым. Беречь лес призвал и Ради Хабиров. По итогам своей поездки по лесопилкам Короидельского района он представил участникам форума свой доклад. В нем в Рио главы республики отразил свое видение решения лесной проблемы. Чтобы ограничить вывоз древесины за пределы республики, нужно установить пункты весового контроля. Мы сейчас ведем с вами большую работу над тем, чтобы на приграничных выходах с территории, на основных трассах, мы установили пункты, межведомственные пункты, в котором участвует лесной контроль, Росприводнадзор, наше министерство природных ресурсов. Давайте вместе установим там службу весового контроля. Мы готовы, соответственно, выделять для этого бюджетные средства. Мне кажется, это будет определенный панацея. Также планируется запустить интерактивную геокарту. На ней будут отображены участки, заготовки, древесины и места, где проводятся лесохозяйственные или лесовосстановительные мероприятия. Не обошлось и без критики. Радио Хабирову не понравились темпы реализации программы «Домокомплект». Для постройки дома предоставляется льготный денежный займ в сумме до 300 тысяч рублей, сроком на 5 лет под 5% годовых. Жителей Башкирии программа, мягко говоря, не заинтересовала. Вы знаете, сколько домокомплектов у нас было по этой программе реализовано за один год последний? 60. Это ни о чем. Этой программы нет. Плохо дела обстоят и с выдачей населения древесины для собственных нужд. На данный момент в очереди находятся 12 тысяч человек. Причина – нехватка хвойного леса. При этом каждый третий сруб уходит на перепродажу. Хабиров нашел решение и этой проблеме. Теперь древесина будет выделяться только тем, у кого есть земельный участок. При этом расширится список льготных категорий граждан, кому будет доступна выдача этих стройматериалов. После пленарного совещания Ради Хабиров успел сфотографироваться с местной жительницей, перекинуться парой фраз министром сельского хозяйства Башкирии и уехал наводить порядок в другие районы Башкирии. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.